Здравствуйте, уважаемые наши друзья и ученики! С вами Олег Алам Гудвин и мы проходим мануальную терапию. Сегодня в этом ролике мы рассмотрим мануальную терапию шеи и постановка Атланта в позицию стоя. Для начала, естественно, нам надо пациента, клиента, подопечного вашего подготовить. Для этого мы разминаем. Ну, я быстро покажу. Да, просто вот, все возможное, там, трение, постукивание. Останавливаться на массаже-приемах в этом ролике не буду. Вот, и нам надо почувствовать, что шея достаточно мобильна. Она должна свободно качаться. Накладаем голову к ключицам, под бороду к ключицам. Дальше не достает, да? Ну, у всех по-разному бывает. Давай покажем с этой стороны. И, соответственно, мы видим два выпирающих позвонка. Обычно, ну, либо три, да? Это бывает шестой, седьмой и первый грудной. Вот, посмотрим, у них отрицательства отростки самые большие. Шестой вот идет, да? Седьмой и первый грудной. Первый, как проверить, что это седьмой шевиной, а не грудной, да? Он будет подвижен. Шея, она самая мобильная, она самая подвижная. Вся стой она вращается. А грудной, он уже закреплен ребрами. Вот первое ребро идет, видите? Поэтому он менее подвижен. Для этого накладываем пальцы на эти позвонки. Ну, на те, которые мы подозреваем, да? Доль и полшога вперед. Значит, накладываем и просим пациента повернуть, опусти голову вниз полностью, подними, ровно-ровно, прям вертикально. Ага, опусти вниз, подними, опусти вниз, подними. Вот, и таким образом, самый подвижный позвонок является седьмым шейным позвонком, С7. Теперь поверну голову влево, вправо. Да, вот он шевелится и туда, и сюда. Тестирован человек на, насколько у него функционально шея заблокирована. Наклон головы. Ну, не на 90 градусов наклоняется, да? Ну, по крайней мере, вот до верхнего уголка уха. А так, кроме реального отростка до верхнего уголка уха, у нас четыре пальца вмещается. В эту сторону. В эту сторону даже три пальца. Так, ровно, сам ровный стой. Плечи не шевели. Нет, также четыре. Самое главное, чтобы было симметрично, слева и справа. Теперь поворот вправо полностью поворачиваем, насколько можешь. Помещается ладонь. Ну, примерно градусов 80 получился поворот. Теперь налево поворачиваем голову. Здесь побольше. Поворот где-то вот градусов 85. Ну, так же четыре пальца влазит. Ровно смотрим. Значит, у нас подозрение, что, скорее всего, с этой стороны, либо с этой стороны мышцы зажаты, да? Мы их еще раз пропальпируем, щупаем. И при этом щупаем боковые отростки позвонков. Вот эти вот. Так, расслабляю голову. Она упала вниз. Упала, упала, упала. И вот добираемся до позвонка нашего волшебного, пресловутого, о ком уже легенды складываются, о ком там всякие методы лечения уже написаны. Это атлант. Атлант позвонок, который держит наш череп. И он уникальный тем, что у него нет заднего отростка. Поэтому задний его не прощупать. Но есть боковые отростки. Они достаточно широкие. И они находятся под вот этими упирающими косточками черепа, да? И вот ты сам на себе нащупал, ты говорил, вот тут у тебя, да? Так, мы тебя уже подправили. Как сейчас-то чувствуется? Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть еще осталось, да? Можно так. Вот. Теперь проверяем тест на фасеточные суставы. Они получаются вертикализированные вот так вот немножко вниз. То есть они не вот так стыковаются, да? А под углом. И получается, если они зажаты, да, то вот эти все образуются артрозы, артриты, спондилезы, там, и так далее, да? Поэтому нам надо их раскрепостить. Проверяем, тестируем. То есть мы должны привести голову вбок и скрутить эти суставы так, чтобы они спрессовались полностью. Для этого поворачиваем голову так, чуть-чуть назад и проверяем давление вниз. Есть боль или нет? Вот здесь вот. Есть. Есть, да? Теперь вот в эту сторону, назад чуть-чуть и вниз. Есть боль? Здесь уже. Здесь меньше, да? Да, меньше. Подготавливаем шею. Теперь мы будем ее растягивать. Особенно, чтобы добраться до атланта, нам нужно хорошо растянуть все мышцы. Ну, в нашем видео, в ролике мы сейчас проверяем вертикальные стойки, стоя, то есть не сидя, да? Вот мы тянем теперь голову за череп, помогаем клиенту. Медленно, медленно, по каждой мышце, держащей череп, надо еще медленно, буквально минуту, на один оборот, делается минута. То есть все мышцы, которые вы покручили, мы их по очереди натягиваем, придерживаем пациента, чтобы он не упал, не боялся и больше вам доверял. Обстягиваем, растягиваем. И в другую сторону. Помогаем напряжение увеличить. Да, пациент может сам голову двигать, а вы просто ему помогаете натяжением. Вот, если где-то затык, так скажем, да, не идет голова, да, то можно вот дополнительно это место растягивать, промассировать. Так, смотрим ровно. Прямили спинку. И теперь растягиваем вертикально. Хватаемся своими предплечьями за его аккормиальные отростки. Здесь ладонью в основание черепа и чуть голову назад. Вот, теперь с таким легким доверением у нас получается вытяжение шеи. Надеюсь, нам видно, да, на камере? Я имею в виду, как шея тянется. Чуть-чуть расслабили, покачали. Мам, а вот уже. Вот там что-то уже похрустывается. Как будто что-то мешается, да? Вот это вот в Атланте. И растянули вбок. Но тут, смотрите, у нас мы как бы оставляем упор в плече, да, голову наклоняем, пациент должен полностью расслаблен быть. И вытягиваем ему голову. Вот так, вниз и назад. Получается, по спирали. То есть мы не вбок наклоняем, да, и не скручиваем. А у нас получается, вот представьте, что отсюда идет луч от макушки, да, и он как бы по спирали вот так вот загибается вниз. Ну, по сути, это логарифмическая спираль, то есть она от маленького круга радиуса, да, увеличит, увеличит радиус до большого радиуса, вот махом туда вниз. Еще раз демонстрирую. Вы должны представить, что как будто бы вот это взлучили, меч, который в голове торчит, да, вот он осуществляет такое вот движение в логарифмической спирали. Так, выпрямились. Ну вот, можете, что мы подготовили его, да, дополнительно опуская голову, расслабляем ее, расслабляем ее, вот помогаете человеку расслабить, чтобы полностью расслабил. А сами его тестировать, и тестируйте все вот эти боковые отростки, поперечные, да, задние отростки шеи. Ну, вот у себя вот седьмой шейный свернут, точнее сказать, ротирован влево получается, вот здесь, да. Соответственно, вот мы его сейчас будем ставить. Расслабили, сам расслабляйся. Упор в него идет, этой рукой прямой, да, и делаем, доводим до трасты. Вот, именно он стал. Прочувствовал, да? Да, вот теперь на месте. Так, хорошо бы разгрузить вот эти позвонки, да, можем попробовать через нашу руку. Расслабляем, расслабляем, как бы накатываем на руку и делаем нобилизацию. Если ладонь не хватает, да, то можно положить между двумя ключевыми косточками. Одну косточку первуюся в плечо, другую в шею. Ну, если у кого неудобно стоять, тем более, подъезд у людей бывает разное, некоторые прям как на шарнирах шевелятся, да, то тогда лучше используйте для закрепления человека стул. Садитесь опять лицом туда, видно, да, и, во-первых, делать упор спиной, его в себя, да, во-вторых, можно поставить колено, чтобы в тонусе его корпус закрепить, вот, а шея нам нужна, она ходит свободно. Если даже до траста не дошли, то, в принципе, у нас это не является самоцелью, мы хотя бы растянули дополнительно эти связки. И теперь добираемся до самого атланта, да, для этого, ну, там есть разные приемы, как мы захватываем череп, да, но вот один из самых таких простых и, так скажем, классических способов, это попросить человека положить свою голову на ладонь, так, щечкой, да, вот, и почувствовать, насколько он расслаблен, вот, расслаблен, при этом, чтобы был упор сильнее, мы упираемся своим предплечем в его плечо, выправляем спину, вот, а задней рукой проверяем, тестируем шейные, вот эти мышцы, пароверстебральные, поскольку они расслаблены, и наша рука под черепом, она будет немного делать движение вверх, то есть поворот и вверх, то есть мы должны череп чуть-чуть приподнять, вот так вот, и с другой стороны, но тебе, на самом деле, тут вопрос вот в чем, если мы нащупали, что атлант у нас выпирает сюда, да, вот так получается, то есть он относительно черепа находится вот здесь, ну, давайте это говорить так, ротирован против часовой стрелки, если смотреть векциально человека, да, подчасовой стрелки будет вот в эту сторону, против часовой стрелки в эту сторону, то есть ротирован либо вправо, мы говорим, да, соответственно, здесь больше выпирает, либо против часовой стрелки, значит, нам надо относительно него поставить череп в противоположную сторону, то есть так же против часовой стрелки повернуть его, понимаете, не в ту же сторону, а в противоположную, соответственно, вот еще раз показываю, смотрим сюда, он выпирает в эту сторону, значит, ротирован против часовой стрелки, и мы туда же, на него еще больше поворачиваем череп, при этом поднимаем голову, еще раз, еще раз, и как бы отрываем череп, повернули и поставили, то есть у нас процесс такой, вот, все, распыляйся, если у человека зажата сильно шея, все-таки, да, то тогда можем попросить его полокотиться на нас, размять ему еще больше шею, потянуть его на себя, еще дополнительно тракцию делаем, и вот, они на самом деле, кармиально-акцепитальное сочленение, да, это вот то, что я до этого показывал, это сочленение с затылочной костью, акцепитус, это кость, ну, затылок, да, и атлантоаксиальное сочленение, это с аксисом, с позвонком вторым, да, они на самом деле очень такие крепкие, да, чтобы сдвинуться, нам, раз, приходится к таким мощным техникам приходить, для этого обнимаем голову человека, опять же, с таким наклоном, всем своим предплечем, причем вот наклоном зажато, вторая рука давит на корпус тела, да, через плечо, опускаю вниз, и мы вот работаем друг против друга, расшатали, расшатали, и потом резкое движение с поворотом вверх, я не доделываю специально, просто для демонстрации, у него шея в этом плане здорова, вот, таким образом идет резкий щелчок, такой глухой, и у вас замыкательные, вот эти вот атланто-октипитаны и атланто-оксиальные суставы встают на место, так, ну вот это я рассказал самое важное, и опять же, прошу вас, смотрите внимательно, если повернут вот второй позвонок, вот, допустим, по против часовой стрелки, да, то нам голову надо повернуть теперь куда? Не сюда, а в противоположную сторону, это я про второй позвонок говорю, а если повернут атлант, тоже вот сюда, тогда мы ставим сначала вот этим движением второй позвонок, да, вот этим движением, а потом в противоположную сторону ставим атлант, противоположную, в ту же сторону, То есть они оба были ротированы против часовой стрелки, значит именно по часовой стрелке получается второй позвонок ставим, а атланк ставим в последний момент против часовой стрелки. Понимаете разницу? Вот тут внимательно смотрите, иначе вы можете навредить человеку и только усугубить его, вот эти ротирующие позвонки. Так, ну в принципе если человек расслаблен, да, ему можно все вот эти фасеточные суставы растянуть вот так вот, повернули, да, и потянули всю шею вбок. Это вот если помните, то же самое, что мы делали лежа. Так, ну и все, и в конце надо немножко его растереть, чтобы он пришел в себя, чуть-чуть потянуть вверх, ну если он сидит, да, вам придется тоже подсесть под него. Заканчиваем, как вы помните, тракцией и полным расслаблением. Вводим человека в релакс после таких сложных манипуляций. Ну все, готов? Как там, тишае полегчало, да? Да легче. Чувствуешь? Более подвижно стало. Ну все, а вы лучше приходите к нам на тренинг, Олег Алабудин вас всему научит, поставит вам руки, и здесь на тренинге вы приобретете те необходимые навыки, с которыми сразу уйдете в работу, в жизнь, зарабатывать свои денежки, помогать людям. Ведь нет никакой другой профессии лучше, чем нести помощь людям. Согласны? С вами был Олег Алабудин.